добрый день на библейский портал экзигет поступил следующий вопрос говорят без мата отдавать команды и побеждать в бою невозможно в чем вред нецензурной брани ну это так говорят на самом деле возможно все и я не думаю что не то что не думаю я уверен и знаю что в армии это но имеет место быть как и в нашем обществе потому что армия то от общества не отделена но это не является вот необходимостью у нас множество святых угодников можете себе представить что там федор ушаков адмирал отдавал приказы матом абсурд и множество святых ну даже в голову не приходит такое сказать что они матом ругались и в наше современное время современной действительности я знаю множество офицеров которые не употребляют можно было бы упомянуть что до революционной россии офицера который ругался или употреблял слова скверные могли исключить и исключали из офицерского собрания это считалось недопустимым то есть могли употреблять солдаты то есть низшие сословия но офицер дворянство не не могли употреблять эти слова и начали просто исключались офицерского собрана вообще сквернословие само по себе, оно потому и называется сквернословием, что это слова скверные, грязные. И мы это чувствуем и интуитивно, и просто для тех людей, которые не употребляют, но реже слух. И в этом нет никакой необходимости. Кто-то там ратует за то, что без этого не передашь всю глубину твоего состояния и тому подобное. Ну, давайте вообще передавать только этими словами всю глубину. Тогда у нас что там останется? Это сквернословием. Мы помним, что Священное Писание говорит, что из сердца исходит все доброе и злое. И слова в том числе. И поэтому, если ты говоришь вот эти слова, которые называются скверными, то значит, в твоем сердце полно этой скверны. Потому что оттуда же все исходит. Источник там находится. И это касается и армии, и не армии. Более того, мы говорим, что святое дело родине служить, а святое дело грязными руками. и грязными устами делать нельзя. Я не буду отрицать, что это присутствует. Так же, как и везде в нашем обществе. А разве там на стройках, разве в других там каких-то местах не присутствует. Тоже у нас и яролаши были, которые там пытались заменить матерщину на удары барабаном. Ну, всякие там юмористические такие моменты. Ничего не получалось. Но ведь на самом деле все это не так. Потому что есть нормальные, адекватные люди, которые понимают, что этого нельзя делать, нельзя употреблять. Потому что это лишнее, и это скверно. Есть даже слова, сейчас не скажу по имени одного святого, который говорил, что матерщина это язык общения бесов. Вот как бы они на нем общаются. Ну, это может иметь в качестве там метафоры, но, наверное, вряд ли, чтобы они только на этом общались в языке. Но то, что это скверно, это понятно. И употреблять это скверно, то есть сделать себя причастным этой скверне, ну, просто неправильно. Мы же с вами, ну, наверное, стараемся ни руками, ни своим телом не прикасаться к тому, что грязное. Потому что скверно, это грязь. И, соответственно, держать вот эту грязь скверно в своем сердце, из которой исходят через наши уста эти слова, это неправильно. Поэтому, ну, в первую очередь, отвечая на этот вопрос, что отдавать команды и побеждать в бою без мата, без, вне всякого сомнения, возможно. И мы знаем множество примеров, святых людей, которые это делали и побеждали без всякого мата, уверен. Вот. И вред, ну, понимаете, от слов твоих осудишься, говорит Священное Писание, и от слов твоих оправдаешься. И если мы говорим вот эти слова, которые называются языком общения бесов, то мы им уподобляемся. Поэтому мы осуждаемся от своих слов. Вот, как бы, в двух словах. Вред нецензурной брани, но на самом деле не нецензурная брани, правильно называть, а сквернословие, надо назвать вещи своими именами. Это скверные, грязные слова. Это все равно, что вот ты держишь там ведро со нечистотами, и оно вот разливается. Вот примерно то же самое происходит через твои уста и через твоего сердца. Поэтому нужно всякие сердце свое очистить и исключить употребление вот этих слов в нашей жизни, дабы не сквернять свое пространство. Потому что каждое слово, оно несет в себе энергию. Мы редко об этом говорим, но об этом следует упомянуть. каждое слово, потому что мы говорим, как сильно он сказал человек, потому что и слово может быть сказано, может быть написано, то есть запечатлено в разных формах. Каждое слово несет в себе энергию. И соответственно, какая энергия изливается через эти слова? Скверно, грязь. И мы просто загрязняем все пространство вокруг нас. И умы, и уши, и души тех людей, которые все это слышат в том числе. Поэтому вред имеет очень сильное действие на всех окружающих. Вредоносность этого явления она просто как яд можно сравнить с ядом, который просто изливается в сердца других людей и отравляет самого человека, который это произносит. в ой, Продолжение следует...